Средняя стоимость минимального канцелярского школьного набора в Москве в этом сезоне составила 2600 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла на 5%. Но если выбирать не самое дешевое, то в Москве даже минимум приближается к 5000 рублей. В рейтинге дороговизны Москва и Петербург на первых местах, но дешевле всего в Самаре. Но прогноз, что к сентябрю цены вырастут и на прилавках может вообще ничего не остаться. Попробуем понять, как изменились цены в Перми, сколько стоит подготовить школьника к учебному году в этом сезоне. В качестве эксперта у нас Эдуард Матвеев в нашей студии, известный пермский экономист. Вот такие регалии уже, да, вполне себе применимы. Но кроме того, мы очень надеемся, что на видеосвязи с нашей студией будут представители сети магазинов-концтоваров. Кроме того, представители одного из швейных производств города Перми. Эдуард, как дорого собрать ребенка в школу и где можно сэкономить? Знаете, дело в том, что тут нет однозначного ответа. Я понимаю. Готовясь, как вот уже говорят, к этой передаче, я специально посмотрел разные оценки, которые были даны в 2018 году, в 2017, даже в 2015. Их давали разные издания. Один раз ты был в ЦИО, но тем не менее цифра примерно одна и та же. 20-21 тысяча рублей. Даже в 14. Один ребенок. Да, но в действительности, как вы понимаете, это же то же самое, что мы говорим про продукты. То есть, когда у нас считают продукты и говорят, смотрите, молоко не подорожало, продукты не подорожали, но вопрос в качестве продуктов. Поэтому в целом, конечно, тенденция идет к тому, что разнообразие дешевого происходит. То есть, на самом деле, удешевляются товары, и это видно по распродажам, по разным и так далее. А по качеству товаров тех же? По качеству, да. Но тут, видите, дело в чем. Как правило, этот школьный возраст, он такой разрушительный немножко у детей. Для родителей вы имеете в виду? Для вещей, с которыми соприкасаются дети. Поэтому чаще всего, вот, скажем так, не очень качественные товары, они дольше носятся. Например, вспомните нашу школьную форму, в наше с вами детство. Я бы не сказал, что она была некачественной. Я имею в виду с точки зрения материалов. Это полностью, 100% полиэстер. Сейчас бы все сказали, ну как это так, ну хотя бы половина должна быть шерсть, там еще чего. Полиэстер. Зато вот ты там чего хочешь с ней делай. А сейчас, конечно, то есть, допустим, мальчик, да, вот мы возьмем, например, ему можно купить рубашку, там, половина хлопок, половина полиэстер. Она стоит, вот как сейчас вспомню, в одном из наших крупнейших сетей детских товаров, да, стоит 390 рублей. Что, в принципе, немного. Достаточно качественно сделанная. Что же мы с вами-то без фактов-то размышляем? Ну, давайте спросим у производителей. Ольга Погребняк на видеосвязи с нашей студией, управляющей швейным производством. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. О, шикарная погода у вас за спиной. Скажите, пожалуйста, мы с Эдуардом Матвеевым, известным пермским экономистом, рассуждаем, что лучше, полиэстер, либо же натуральные ткани. Из чего вы шьете и сколько это стоит? Для мальчика, для девочек? Швейное предприятие «С-фактор» отшивает только из натуральных тканей. Это вискозные ткани, поливискоза и обязательно шерсть. Хорошо. Сколько это стоит для мальчика и для девочки? Для девочки, ну, не знаю, среднего школьного возраста, и что входит в эти комплекты, о которых вы говорите? Комплект стоит для мальчика от 2200 рублей, также и для девочки. В комплект входят жилет и брюки. Для девочки это жилет и юбка. Сарафан стоит от 1400 рублей. Скажите, пожалуйста, Ольга, вы можете говорить о том, что стоимость материала в сравнении с предыдущим сезоном, она выросла? Либо же вы сохраняете эту стоимость за счет того, что находите новых поставщиков, производителей, сокращаете свою маржу? Мы сделали цены в этом году дешевле, чем в прошлом году. Получилось это за счет новых материалов, конечно, и за счет новых моделей. То есть модели более как? Они упростились. То есть если, допустим, раньше были... То есть меньше работы швеи? Да, конечно, да. Ну, это означает, что швея тоже меньше меньше получили? Нет, смотрите, если у юбки были раньше 10 складок, и это был двойной расход ткани, то сейчас это будет 5 складок, это будет незаметно, но дешевле. Спасибо большое. Ольга Погребняк только что на видеосвязи с нашей студией, управляющая швейным производством. 2,200 и тоже 2,200. Можете согласиться или опровергнуть? Нет, это действительно реальные цены. Просто сюда нужно еще добавить ту же самую рубашку, да, потому что на самом деле, ну, как они сказали, просто рубашки не шьют. А на самом деле, 3 или 4? Ну, я примерно прикидываю, у меня получилось около 5 тысяч. Но сюда, правда, входит еще и обувь, потому что обувь все равно нужна. К сезону ее покупают. Ну и плюс к этому, то есть, ну, условно говоря, скажем так, вот по моим расчетам, ну, некие такие вот минимальные цены, вот как бы с более-менее каким-то качеством, которые более-менее нормальные, да, это одежда. То есть, ну, например, на мальчика это пара рубашек, жилетка, брюки, возможно, какой-то пиджак, хотя сейчас уже без пиджаков ходят. И обувь это, ну, примерно 5,5 тысяч. Сюда мы добавляем канцтовары и рюкзак. Это по минимуму, ну, около тысяч трех, там, 2,8,3. Эдуард, давайте не будем, опять же, размышлять, а обратимся к нашей видеосвязи. Марина Зимирева, старший администратор сети магазинов канцтоваров на видеосвязи с нашей студией. Марин, добрый вечер. Сколько стоит, я буду краток, сколько стоит набор школьника вот к этому учебному году? Рюкзак, канцтовары, тетради? Подорожало, не подорожало? Ну, разные учебные заведения предлагают разные требования к содержанию портфеля первоклассника. Многолетний опыт компании «Листок» позволяет нам определить минимальный набор ранец с жесткой спинкой. Марина, я попробую сейчас порвать шаблон, который у вас заготовлен. Рюкзак с анатомической спинкой хороший. Сколько стоит у вас в магазине? За 300 рублей начальная цена. Можно найти за 1500, за 2. Нет, ну давайте говорить все-таки про объективные цены, нормальные. Ну, 250 рублей, ну, позвольте, я выражаю свое сомнение. А за 2900? 2900. Видеосвязь, к сожалению, прервалась на очень интересной цифре. 250 рублей за рюкзак в одной из сети канцтоваров. Но все-таки 2900, наверное, более объективная. Время резюмировать, Эдуард. Ну, вот о чем я и сказал, да, то есть одежда, примерно 5500, спортивная форма, это футболка, там, костюм какой-то и какие-то кроссовки, сейчас очень много скидок, это, ну, в районе 3000. И в районе 3000 это рюкзак плюс канцтовар. То есть, словно говоря, примерно 12500, я думаю, вполне хватит для того, чтобы, ну, как-то вот, более-менее, чтобы не хуже, чем у других, да, это сделать. Очень кратко, 3 секунды буквально. Все-таки подорожала вот этот набор индекса школьника, он вырос или же по ощущениям сохранился? Он не подорожал в силу того, что беднеет население. Население больше стало покупать через Авито и так далее. По тем самым серым схемам, да, без там налогов и так далее. То есть, в самом деле, люди ищут как сэкономить, уже и на детях в том числе. Спасибо большое, Эдуард Матвеев, наш студий экономист. Мы размышляли, сколько стоит собрать школьника в этот учебный год.